Чёртова дюжина! Несчастливое число 13. Вот дом на Доватор 13. Ночью треснула несущая стена, жители экстренно эвакуировали. Но тут видно ни в одной стене проблемы. Это место хорошо, что оградили. Падает кирпичная кладка, кирпичи отваливаются целыми кусками от стены. Жители больше не могут считать свой дом крепостью. Накануне вынуждены были собрать всё самое ценное, что можно унести. Аварийная ситуация возникла не вдруг. Я увидела по 15-го числа трещину в комнате в одной, в 21-й квартире у нас. На следующий день, когда они скинули эту фотографию, уже трещина была в два раза больше. И пришлось вызвать МЧС. На место прибыли оперативные службы, представители администрации. Оценили масштаб бедствия, пришли к заключению. Трещина у третьего подъезда действительно несёт угрозу жизни. Приняли решение по, значит, приняли режим повышенной готовности в границах данного дома. Значит, и предложили, и переселили граждан, значит, во временные жилые помещения. Ну, в пункты временного размещения, так сказать можно. Кто-то уехал к ростикам, кто-то, мы переселили в пункт временного размещения, это гостиница «Волга». Трещина – вершина айсберга. Рядом со вторым подъездом – песочница и детские игрушки. А рядом – упавшие с крыши кирпичи. Эта картина красноречиво указывает на опасность ситуации. У нас эти кирпичи уже сыпятся тоже довольно-таки давно. И писало обращение, что, не дай бог, кирпич упадёт на газовую трубу, живём на пороховой бочке. То же самое с электрикой. Вода просачивается через стены, задевает провода, как итог – замыкание, возгорание. Когда-нибудь, возможно, до пожара дойдёт. Проблема не только в третьем подъезде, проблема по всему дому. Местные о ней знают. А тут даже дверь открыта. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, пожалуйста, расскажите, вот тут у вас трещина, говорят, пошла. У нас и трещина, проходите, это всё, одним словом, не это, надо показывать всё, как бы. Так началась экскурсия по бывшему общежитию. В квартире Татьяны дух спёртый от влажности. На гнилом потолке плесень под ногами – тоже. Слово «ремонт» жители этого дома слышат, пожалуй, лишь по телевизору. Дом потихоньку рушится. Как бы тут уже ничего не сделаешь, даже капремонт, наверное, не поможет, потому что дом вот, он трескается иззади. Вот у нас прям пошла трещина. Уже вот три года пытаюсь сделать ремонт, но боюсь его делать, так как дом рухнет. У нас затапливает, мы сейчас находимся на третьем этаже. Это вот всё течёт с крыши. Эвакуировали не весь дом, а только жителей третьего подъезда. Остальные стараются не думать о возможной беде. Жизнь в любом случае где-то надо. Для нас это страшно. У меня дома внучка год и четыре месяца. И две маленькие собаки, как говорится. Мне их больше жалко стало, чем документы и сам дом. Но поймите, если вот сломается этот дом, пострадают больше здесь частью, живут дети. Дожди тут как локальный апокалипсис. Недавно она повисла, мне пришлось выковырять её, потому что у меня дитё бегает. Выпадет, это пришибет. Там булыжник огромный был. Там вообще голубь проломило бы сразу. Как выяснилось, на проблему обращали внимание ранее. Агентство государственного жилищного надзора, то есть, производило осмотр данного дома и в марте месяце направило в администрацию города запрос по поводу того, чтобы признать данный дом аварийным. Но пока не признали, и дом остаётся на грани катастрофы. Трещина, как огромный шрам, предвещающий беду, не даёт забыть людям об опасности. В ближайшее время эксперты обследуют строение и примут технически грамотное решение.